Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Полкило наркотиков в рюкзаке. На въезде в Сочи задержан молодой мужчина с неожиданным багажом. В Сочи восстановят мозаичную скульптуру рыбки. Для этого свяжутся с автором Зурабом Церетелли. Подснежники на Новый год. И это не сказка. В лесах Сочи первоцветы появились раньше обычного. Всей командой в одних штанах или на надувных лыжах. В Сочи прошли веселые соревнования среди юных спортсменов. Первый профессиональный праздник в наступившем году. Сотрудники прокуратуры принимают поздравления в преддверии торжеств. День работников надзорного ведомства отмечают 12 января. А сегодня всех, кто носит синие кителя, чествовали в Краснодаре. В краевой прокуратуре присутствовали губернатор Кубани, спикер регионального парламента, председатели судов и руководители силовых структур. Поприветствовал всех прокурор Краснодарского края. Сергей Табельский отметил, что принципы работы ведомства не изменились за 298 лет с момента основания. За почти три столетия, что существует наше ведомство, в стране не раз менялись формы правления, социально-политические условия, проводились многочисленные преобразования. Но российское государство всегда опиралось на прокуратуру, доверяя ей одну из основных ролей в наведении порядка. В этом году к нам поступило свыше 200 тысяч обращений жителей. Почти половина из них разрешена непосредственно прокурорами. Выявлено 130 тысяч нарушений закона. По инициативе прокуроров в дисциплинарной административной ответственности было привлечено свыше 18 тысяч виновных должностных лиц. Под постоянным контролем оставались вопросы соблюдения в законности и социально-экономических сферах противодействия коррупции. Вы сориентированы сотрудники прокуратуры, прокурора, районов, не на действия, не на борьбу с преступностью, а на самом деле на результат борьбы с преступностью. Вы сориентированы не на меры прокурорского реагирования, а на решение, опять-таки на результат, который вследствие мер прокурорского реагирования будет получен, будет достигнут. Вот что сегодня важно. Не количество представлений, а качество их удовлетворения. Граждане должны чувствовать, что они защищены. И неважно, с какой стороны может быть эти проблемы, защищенность. Я благодарен вам за то, что практически 500 миллионов возвращено зарплаты, которые люди и не надеялись получить. Но благодаря вмешательству прокуроров, органов прокуратуры, 500 миллионов, еще раз подчеркиваю, за должности погашено. Сейчас прокуратура едва ли не единственный государственный орган, куда люди могут обратиться с любыми проблемами. От плохого ремонта дорог до завышения цен на услуги ЖКХ. Именно контроль за жилищно-коммунальным хозяйством остается одной из главных задач кубанских прокуроров. В Сочи полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков. У 29-летнего жителя Смоленской области изъяли почти полкило метадона. На посту Магри сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль Тойота под управлением 37-летнего приезжего из Кургана. Полицейские обратили внимание на пассажира. Мужчина заметно нервничал. В результате личного досмотра у 29-летнего приезжего из Смоленской области в его рюкзаке полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток с веществом серо-белого цвета. Эксперт подтвердил, это наркотическое средство метадон общей массой около 500 граммов. Задержанный планировал сбывать наркотик в Сочи путем закладок. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В новом году водоканал Сочи снизил тарифы на водоотведение. С 1 января снижены тарифы на водоотведение для всех категорий абонентов. Теперь за отвод одного кубометра канализационных стоков сочинцам нужно будет платить 30 рублей 35 копеек. То есть меньше почти на рубль. Для юридических лиц тариф снизился больше чем на 19,5%. Тарифы на поставку питьевого и технической воды остались без изменений. Мозаичную скульптуру рыбки в курортном городке восстановят. Сегодня мэр Сочи Алексей Копайгородский оценил нынешнее состояние скульптурной композиции, которая по-прежнему остается одной из визитных карточек курортного городка. Большие планы и по благоустройству парка, в котором находится мозаичный бассейн. Все подробности в нашем сюжете. Большинство из морских обитателей уже давно попрощались со своей разноцветной чешуей, а бассейн теперь наполняется только дождевой водой. Сегодня скульптурная композиция рыбки утратила былое величие, но по-прежнему остается визитной карточкой курортного городка и привлекает своей яркой мозаикой и местных жителей, и гостей, которых здесь немало круглый год. Как и в советские времена. В последний раз скульптурную композицию реставрировали более 20 лет назад, но скоро рыбкам и черепахам вернут привычный яркий вид. Бассейн ждет реставрация. Такое поручение дал Алексей Копайгородский. Мэр сегодня оценил состояние скульптуры. Департаменту архитектуры восстановить полностью все фото съемки этого места предыдущего, как это было раньше здесь сделано. Создать группу специалистов, которые восстановят вот эту всю экспозицию всех фонтанного комплекса. Это достояние города, а не только адреса. Автор бассейна с рыбками – великий Зураб Церетели. Чашу и ее морских обитателей скульптор украсил модной тогда венгерской смальтой. Это разновидность цветного стекла. Тогда в конце 70-х бассейн наполняли водой. В те времена искупаться здесь было мечтой мальчишек и девчонок. И не только сочинских. Зураб Церетели же это делал. Из какой-то там смальты венгерской или какой-то дорогой. Надо восстанавливать в таком же виде, в каком есть. А восстанавливать обязательно. Мозаику восстановить, мне кажется, будет классно. И чтобы обязательно была вода. Здесь очень красиво, когда все вот эти кубики. Вот это все будет на месте, будет просто прекрасно. Восстанавливать скульптуру будут исключительно с учетом мнения Зураба Церетели, соблюдая авторские права. Также мэр Капайгородский дал поручение оценить состояние и других подобных исторических мест курорта. С сегодняшнего дня мы организовываем рабочую группу, которую возглавляю сам лично. Для чего? Для того, чтобы полностью поднять весь пласт исторических мест, культурного наследия и объектов туристического показа, которые являются достоянием нашего города. Потому что то, что было сделано нашими предками, должно быть восстановлено. Преобразиться должна и территория вокруг скульптуры Церетели. В парке установят лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Вениамин Кондратьев открыл парк в станице Марьинска. Зеленая зона в Красноармейском районе благоустроена на средства национального проекта «Жилье и городская среда». Просьбу помочь в обустройстве территории озвучила местная жительница Татьяна Тимошенко на приеме граждан. Его проводил Вениамин Кондратьев по поручению президента России в июле прошлого года. И спустя пять месяцев парк появился в микрорайоне Северный. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Вот так с песней местные жители радуются не только первому в этом году снегу, но и открытию нового парка. Событие для станичников действительно знаменательное. Общественное пространство особенно оценили дети. В их распоряжении теперь игровые площадки, скейт-парк и спортивные зоны. Микрорайон новый, только застраивается, и детям в принципе здесь негде было гулять, потому что везде было поле, а сейчас хотя бы они заняты. Ну, по крайней мере, мы из окна наблюдаем, тут постоянно детки гуляют. Вместе со станичниками новую зеленую зону сегодня оценила глава Кубани. Вениамин Кондратьев также принял участие в торжественной церемонии открытия. Территорию благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря программе в крае удалось изменить облик более 400 парков и скверов. Важно, что условия для комфортной жизни создаются не только в мегаполисах, но и сельской местности. За всей этой масштабной реконструкцией наблюдали местные жители. Именно их мнение учитывалось при разработке проектов общественных зон. По краю 378 парков, скверов и придомовых территорий благоустроено. Около 20 просто парков максимально сделаны комфортными, красивыми, уютными. Это в первую очередь ваша заслуга. Ваша. Тех, кто живет в этой станице. Ваше неравнодушие. Ваше небезразличие к тому, что происходит в окружающей вас жизни. Что здесь было? Совсем недавно был пустырь. И если бы не ваша активность, не Татьяна Викторовна, которая достучалась, может быть, здесь и построили пусть красивые дома, либо еще что-то для кого-то. А сейчас для всех. Для всех красивый парк. Сейчас трудно поверить, что буквально полгода назад на этом месте был пустырь. В июле 2019 с просьбой обустроить территорию в жилом микрорайоне станицы Марьинской к губернатору обратилась Татьяна Тимошенко. Прием граждан Вениамин Кондратьев тогда проводил по поручению президента. И так, шаг за шагом в чистом поле возводили новую зону для отдыха. Удобные скамейки, безопасные детские карусели. А уже весной здесь делают ландшафтный дизайн. Это край станицы. И когда люди начали строиться на этом поле, молодежь в основном, дети маленькие, тут молодые семьи, многодетных семей очень много. Ну как же без площадки. А парк станицы отсюда находится в двух километрах, в центре станицы. Очень сложно мамам туда с колясочками кататься. В будущем парк планируют расширить, а рядом возвести детский сад и школу. Все, чтобы жизнь станицы ничем не отличалась от крупных городов. И со следующего года, я думаю, мы по поручению Вениам Ивановича будем здесь строить новый детский садик. Вот. На этом же месте. Здесь в 22-м году мы планируем начать строительство новой школы на 1400 учащихся. Тоже в станице Маринской. Потому что, ну, вот на наше счастье есть кому ходить. И детские сады и школы на сегодняшний день в станице Маринской забиты. И мы будем решать эти вопросы. 2020 год ознаменован 75-летием победы Великой Отечественной войны. Именно поэтому все зеленые зоны, которые откроются в этом году, будут названы в честь юбилейной даты. Это инициатива самих жителей края. Парк назван, уже назван в честь 75-летия Великой Победы. И в целом я поддерживаю инициативу в целом населения края, что любой парк, который будет открываться в этом году, будет называться в честь 75-летия Великой Победы. Это нужно. Это нужно не мертвым, как мы говорим, это нужно живым. Вот этим мальчишкам и девчонкам знать, какой ценой досталась им жизнь на своей земле. С 2020 по 2022 год на формирование комфортной городской среды в регионе с федерального бюджета будет направлено более 5 миллиардов рублей. В муниципалитетах уже готовят проекты парков и скверов, которые в скором времени только украсит поселение края. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 11 января в Сочи небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем 5-7 градусов выше нуля. Температура морской воды 11 градусов. В Красной Поляне снег. Температура воздуха ночью минус 2, 0. Днем 24 градуса выше нуля. Сочинцы могут принять участие в конкурсе социальной рекламы. Сегодня стартовал всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». В нем могут принять участие как физические и юридические лица, так и творческие коллективы. Конкурсные работы предоставляются по следующим номинациям. Лучший макет наружной социальной рекламы, лучший видеоролик и лучший буклет. Работы принимаются до 20 февраля по адресу улица Советская, 4, отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД Сочи. Конкурс проходит под эгидой Министерства внутренних дел Российской Федерации. В Сочи раньше обычного зацвели подснежники и цикламены. Первоцветы начали распускаться в Тисо-Самшитовой роще еще в конце декабря. «Не время теперь для подснежников. Надо апреля месяца ждать». «Я и сама знаю, дедушка. Додеваться мне некуда». А вот в Сочи подснежники могут появиться в канун Нового года и без помощи волшебников. Преждевременное появление первоцветов в сочинских лесах становится привычным явлением. Вот такие уникальные климатические условия на курорте. За последний месяц столбики термометров поднимались до плюс 20. Теплая и сухая погода способствовала отцветению кавказских первоцветов – цикламена, морозника и подснежника. «В общем-то, явления эти не новые. Они для нас существовали, регистрировались на протяжении столетий. Время от времени это происходило. Но они считаются, так сказать, отклоняющимися от нормы и провоцирующими преждевременное развитие вегетации. Ничего нового и опасного в этом нет. Но это такое явление в дикой природе нежелательно. Потому что оно отнимает просто вот эти вот репродуктивные силы у растений, которые должны были бы быть потрачены на то, чтобы создать семена и выбросить их весной». Подснежники все без исключения занесены в Красную книгу Краснодарского края. Увидеть их, прогуливаясь по тропам Тисосомшитовой рощи, уже можно. Но пока цветов мало, поэтому надо приглядываться. А вот увидеть такой белоснежный ковер из первоцветов могут только сотрудники Кавказского заповедника. Только они вправе ходить по тропам, которые недоступны обычным туристам. Срывать такие редкие цветы запрещено, а за торговлю ими грозит штраф до 40 тысяч рублей. Поэтому если охотиться за подснежниками и цикламенами, то только с камерой. Многие виды этих хрупких красавцев уже на грани исчезновения. Уже через полчаса начнется первое в 2020 году лунное затмение. В ночь на субботу произойдет самое значительное полутеневое лунное затмение года. Луна практически полностью зайдет в полутень Земли. Явление будет заметно на всей территории страны. Затмение начнется в 20.08 по московскому времени и продлится до 0 часов 12 минут субботы. Его пик придется на 22.10. В этот момент луна будет располагаться над горизонтом и приобретет темный оттенок. Ну а кубанский казачий хор дал заключительное выступление в Краснодаре с рождественской программой. Перед началом концерта с художественным руководителем коллектива Виктором Захарченко встретился губернатор края. Вениамин Кондратьев отметил, что именно стараниями Виктора Гавриловича была возрождена дореволюционная традиция рождественских концертов на Кубани. Они нужны с точки зрения и духовности, и ощущения жизни, чтобы люди не терялись в сегодняшнем дне, не в простом дне, а вот то, что вы делаете для Кубани, для страны, это духовность в песнях, духовность, которая окружает, и без нее никуда. Это на самом деле дар, которым вы обладаете и делитесь со всеми, кто приходит в этот зал. Спасибо. Спасибо вам. В зале зрителей ожидала праздничная постановка, колядки и духовные песнопения, как продолжение народных традиций. Мы вам сейчас покажем некоторые, скажем, фрагменты, колядок, щедровок и так дальше. Вот знаете, сочинили их не поэты, не композиторы, там специально чего-то, а сочинили народ. Люди должны знать, о чем поет народ. Для меня очень важно, о чем поет кубанский казачий хор. Билеты на это событие были полностью распроданы еще в декабре. Поклонники коллектива традиционно приезжают в Краснодар не только со всего края, но и из других регионов и даже стран. Больше 20 номеров музыканты, вокалисты и танцоры подготовили специально к праздничной дате Рождества. Именно эти номера артисты покажут и в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. Стоит отметить, что с рождественским концертом кубанский хор выступит на главной творческой площадке России впервые. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». А в Сочи прозвучит музыка Венского бала и выступит знаменитый ансамбль танца. Парк науки и искусства «Сириус» сразу после новогодних каникул предлагает посетить концерты сразу двух музыкальных легенд. 10-11 января в Сочи выступит Венский фестивальный оркестр Штрауса. Он сыграет свою новогоднюю программу, в которой представлено музыкальное наследие семейства Штраусов. Это самая популярная музыка 19-го столетия в Европе. Именно этот оркестр открывает 1 января знаменитый на весь мир Венский бал. Дирижер Питер Гуд – известный специалист по музыке династии Штрауса. В 1978 году он создал коллектив, в котором, подобно самому Штраусу, выступает в качестве дирижера и солиста одновременно. В программах прозвучат произведения всех представителей династии Штраусов и, конечно, главные хиты у Агана-младшего «Сказки Венского леса» на прекрасном голубом Дунае «Русский марш». А 12 и 13 января на сцене «Сириуса» выступит Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В Сочи солисты представят свою самую известную программу «Танцы народов мира». Ансамбль Моисеева считается первым и единственным в мире профессиональным коллективом, который занимается художественной интерпретацией танцевального фольклора. Ансамбль в этом году исполняется в 83 года. В Сочи будут представлены самые популярные номера – калмыцкий, корейский, молдавский, аджарский танцы, а также греческий танец «Сиртаки» и фрагмент флотской сюиты «День на корабле» – знаменитое «Яблочко». Кроме того, артисты покажут 20-минутный танцевальный спектакль «Еврейская сюита. Семейные радости». Это одна из последних постановок великого хореографа. Названы самые популярные в России имена для новорожденных в 2019 году. Список опубликован единым реестром ЗАГС. Мальчиков в прошлом году чаще всего называли Артемами, девочек – Софиями. Среди популярных мужских имен также Александр, Михаил и Иван. Для девочек самыми распространенными стали имена София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Также, по данным реестра, с 2018 года мальчиков в России рождается больше, чем девочек на полтора процента. Также сообщается, что около двух третий рождения приходится на матерей в возрасте от 25 до 35 лет. Зимние каникулы юные спортсмены завершили рождественскими гонками по Сочинске. В веселых эстафетах участвовали воспитанники спортивных школ. Большие гонки по Сочинске – это веселая эстафета. Дети соревнуются, используя забавный мягкий инвентарь. В нынешнем турнире участвовали 160 воспитанников сочинских спортшкол. Всего 18 команд. Это юные спортсмены 10-12 лет. Все они представляют разные виды спорта. Сегодня им предстояла нелегкая задача не только справиться с необычным инвентарем, но и научиться работать в команде. Все эти этапы приспособлены для решения командных задач. Это определение командных лыж, гусеница. Вот здесь как раз тот навык, когда нужно работать в команде слаженно, а не сам по себе. Вот я лучше, а нет. Здесь нужно распределить силы на всю команду и сделать прорыв всеми участниками. Для того, чтобы бежать быстрее всех, например, в таких гигантских лыжах или в гусенице, всей командой нужна не только ловкость, но и смекалка. Не все получалось даже у представителей командных видов спорта. Самое главное и самое трудное – это сохранять командный дух и не ругаться, и поддерживать друг друга в самые сложные моменты нашей спортивной жизни. По итогам рождественских гонок быстрее всех оказалась команда первой спортшколы Олимпийского резерва. Большие гонки по Сочинске проводят в городе с 2014 года. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин